пау 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 всем бодрого времени суток дорогие друзья всем привет всем смотрящим мы рады приветствовать всех любителей эпичных состязаний в третьем сезоне эпик файтинг чемпионшип сева величайший рэпер доказавший всем что есть вещи пострашнее смерти ведущий кепка которого пропитана на шатырем на всякий случай в новом сезоне уже начал писать завещание но борецкий исчез и у села открылось второе дыхание бедняга мы даже начали собирать ему на добровольной амнезии но врачи сказали такой из башки не выбросишь остается только надеяться что у села не случится очередной приступ друзья все самое интересное у нас впереди это четвертая конференция наши гости уже максимально заряжены но перед этим конечно же помимо бойцов я хочу вновь поприветствовать наших соведущих венцислав 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 венгржановский звезда дома 2 лобное место которого видели миллионы телезрителей основатель техники боевая пощечина и главный недотрога эпик файтинга венцислав однажды поставил себе цель переспать с тысячу телочек но пока его список пополняет лишь розетка и пирожная картошка в новом сезоне величайшего промоушена венц выступает ведущим который скрестив пальцы за спиной мечтает о том чтобы в его пиджак никто не высморкнулся богдан титамир легендарный певец научивший миллионы людей разбираться в музыке и чесать яички звезда шоу-бизнеса и первоклассный стрелок из пука еще совсем недавно фанаты вешались ему на шею а теперь при виде титамира просто вешаются испробовав своей жизни все понял что хочется добавить в жизнь немного жести поэтому решил проверить себя в эпике успел уже пободаться с психом полапать за грудь малибу и несколько раз умереть на конференции на понюху в свою подмышку встрепенулся и готов снова вести легендарное шоу ну и конечно батя эдвард билл в аплодисменты эдвард билл блогер миллионник первоклассный пранкер и самый обсуждаемый ведущий эпик фатинга приколист тело которого пропитаны шутками даже почестный камень который вышел у него на днях крикнул это был пранк и залез обратно и ломногие хейтят в комментах и мечтают чтобы его кто-нибудь уже вырубил наконец но билл крепкий орешек и дерзить ему лучше не стоит аплодируем пару слов то всем привет дорогие друзья ставьте лайк обязательно перед началом этого выпуска подписывайтесь на канал пишите комментарии что вы думаете по тому или иному поводу наряд вас всех приветствовать давайте начнём ну и по традиции колокольчик ёпта Тебе ебанник расшибут, ты понимаешь? Ты уверен? Да. Масуй ты! Я сломал! Ты мне хочешь сказать! Ты мне нахуй! Epic Fighting благодарит за поддержку нашего официального партнера, компанию Алимбет. Получайте максимум положительных эмоций вместе с Алимбет. Если ты боишься лохануться или вдруг потерять свою прибыль, Алимбет предлагает самым первым нашим зрителям, нашим подписчикам уникальную возможность получить 10 000 рублей прямо сейчас на баланс. И дарит бонус 500 рублей. Прямо сейчас на ваш счет падает это полтысячи. Только вдумайтесь в эти ссылки. По промокоду EPIC вы получаете по ссылке. Снизу, если вы регистрируетесь, получаете крупный бонус. Кайфуйте! Ну а прежде чем мы начнем вас знакомить с нашими героями, как всегда, что я хочу сказать. Ребята, сделаем максимально красиво. Сделаем красивое, эпичное шоу, как мы это умеем. Самому яркому от меня будет подгончик от Ля Пацантре. Я уже вижу, там люди готовы к тому, чтобы максимально нашим... Принцесса, смотрите, она уже выдает просто, а! Оу, е! Стаса Борецкого с нами нет, к сожалению, но с нами всегда есть... Пердеж Борецкого есть. Да, пердеж Борецкого, поэтому в принципе он с нами. Итак, мы переходим к нашим бойцам. Прямо сейчас, под ваши гурные аплодисменты. Фаркадыч, родной, начнем с тебя. Здорово, я рад. Потихонечку, да? Ты у нас уже, можно сказать, резидент. Постоянно приходишь, постоянно здесь делаешь красиво, делаешь шоу. Фаркадыч! Музыкальный исполнитель, блогер, опытный боец, основатель стиля холестериновый джет и главный шептун. Эпик файтинга. С каждым сезоном его популярность растет вверх, а пузо вниз. Этого парня знает каждая собака, ибо часто путает его со столбом. Каждое утро этот крепыш выходит голым на улицу с пустой кружкой. И пока девочки писают кипятком, он просто заваривает себе чай. Да, этот бурдюк огромен и силен. Об этом знают не только дверные проемы, но и псих, и Т-34, и другие опытные бойцы. Кто станет его новым соперником, пока непонятно. Ну, лучше под этот комбайн не лезть не подумав. Почему-то так началась наша история с тобой, что в очередной раз боец отказывается драться с тобой. Что? Почему это все время происходит с тобой? Я не знаю. Помнишь первый сезон? Чувак слился, просто ушел. Сейчас, чувак мой, оппонент тоже слился. Я не знаю, я что такой страшный? Боятся тебя просто. А когда ты последний раз дрался? В прошлом сезоне? Нет, здесь в апреле этого года. И ты проиграл? Нет, здесь, да, я проиграл. А последний, Т-34. Они с полным ТВ, короче, вдвоем газовали против Т-34. И Т-34 за 34 секунды уложил их обоих. Нет, давай так, давай так. Отпусть в бой. Во-первых, я типа занимаюсь боксом. Серьезно? Типа, да, серьезно занимаюсь боксом. А покажи, что ты можешь. Бой с ТВ. Я все могу в бою показать. Блин, ты прямо сейчас влияешь. Я сейчас скажу. Ты че? Что ты сказал? Ты меня жирный назвал? Да-да, я скажу. Короче, я сейчас, ну, получается, к Т-34. Я вообще, ну, типа, не ожидал, что мы такой соперник будет. И мы готовились там всего три месяца подготовки. Но я выходил, когда на первый бой, я вообще без подготовки вышел. Буквально там за четыре дня получил. А сейчас прям готов. Сейчас я прям был готов. Я прям готов был, ну, свою фейну. Старина, что будем делать? А с кем ты будешь драться-то, а? Слушай, я здесь единственное, что из зала видел чувака, с которым я бился. И, получается, у меня четыре боя было. Я только один бой проиграл после этого. Мурат Гигант, мы с ним бились с Попрофом на Леке. И я бы с ним хотел взять реванш. Мурат Гигант, если ты здесь с нами. Просто реванш. Воу! Большой парень. Ты хочешь со мной снова провести? Да, хочу с тобой бой. Кто боится тебя? Остань. Кто боится? Ты не боишься? О-о-о! Тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо! Голобок, тихо! Тихо-тихо! 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 Кто боится. Тихо-тихо! Он большой парень. Все, спокойно. Кто-то боится? Вот это я присел! В самом начале уже все разъебални! Копите пять копеен, ставьте! Все, поправили, поправили все! стулья мне вообще принципе бог с кем бить вообще в принципе так смотри что происходит почему он подошел и тебя ударил за что просто так да я вообще не удупляю говорю я готов сделать реванш чисто со спортивной точки зрения единственный бой проиграл после три четвертого сорида не забывай что ты на epic файтинге здесь могут произойти я понимаю но я как бы встал типа ну все стою руки опущены у вас какие-то короче у вас давние терки ну а отношу на гнек значит ему как человеку терок нет у меня больше на спортивная составляющая у нас с ним был бой профессиональный по боксу я проиграл судейским решением что он начал здесь боится не боится его не ударил мурат нажмудина могучая смесь мускул прорубивший окно в epic fighting о себе всегда рассказывает в трех словах большой жесткий сильный это и есть весь словарный запас этого великата за пол конференции на эпике уже успел газануть на берчика отправить за водой бедолагу шипа и кинуть вызов всем кто смотрит это великое шоу даже фаркадыч скухожился как стручок в холодной воде при виде этой протеиновой горы что его боится по поводу кто-то боится кто-то я говорю хотел бы у тебя реванш это снова сломаешь я не говорил боя боится я сказал его это снова сейчас сломаю я все нет там до конца боя отстоял да там я упал в нокдаун в первом раунде случайно получилось но в итоге бой до конца отстоял и проиграл чисто там в спорный момент короче судил там есть такого судья короче мне прям раздражает хотим познакомить вас с нашим красавчиком с нашим самым лютым огненным опасным справедливым молниеносным рефери у меня с 34 судил он не с психом судил и он на профессиональном турнире судил а я еще после боя выхожу думаю это же он тот самый я потом только в дуплю я хотел его всегда стою целый мой бой я буду менять фаргадыч ты не согласен с судейством в прошлом бою и ты хочешь это там ничья скорее всего боя не выиграл тот бой я признаю но ничью можно было дать спокойно давайте нам бой давайте сделаем стердам давайте давайте встретимся лицом к лицу спортивная составляющая спортивно ваши аплодисменты ребят четко эпик файтинг чемпион шип благодарит за поддержку нашего официального партнера алимбет получайте максимум положительных эмоций вместе с алимбет если боишься лохануться проиграв первый же раз забудь алимбет предлагает уникальную двойную акцию для новых игроков компания возвращает до 10 тысяч рублей на первую игру а еще дарит бонус 500 рублей по промокоду epic получаем максимум от игры вместе с алимбет не сыкуй регистрируйся и ставь на своих любимых бойцов или на кого по кайфу мы отправляемся дальше знакомиться с нашими прекрасными гостями с нашими прекрасными бойцами объявляя наших следующих бойцов мини-халк медведь гриль и маджит похлопаем мини-халк и маджит непобедимые гангстеры подготовительной группы опытные бойцы способные вытряхнуть из своих соперников все пупковые катышки эти два смурфика уже наворотили дел на эпике уничтожив иришку тики-пики безумного пашу и икса бутыльника саню быка на этот раз им будет противостоять новичок с отбитой кукухой который будет живой курицей мир совсем шизанулся остановите планету я пожалуй сойду вайп медведь и гриль будущие легенды эпик файтинга бойцы которые с уверенностью могут сказать что у них есть яйца интересно между ними все серьезно или он с этой цифрочкой чистый закурятника в подмосковье против него ты этого я того курицу 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 уберите курицу уберите да не уходи за имя не уходи да че ты делаешь курица посралась ложи его курица посралась ложи его давай руку мочить руку мала отпусти руку все что может быть лучше чем просто заварить прекрасный чаек накинуть туда печенье зайти в вк видео и включить эпик файты ведь именно вк видео позволяет вам смотреть самые лучшие конференции самые лучшие бои выпуски всех самых лучших звезд этого шоу прямо сейчас вк видео предоставляет вам все что только вы хотите безграничный просмотр всех шоу которые снимают эпик файты прямо сейчас вы переходите и смотрите ваше удовольствие в ваших местах миша медведь и гриль да винцеслав хочет задать тебе вопрос слушай медведь и гриль мне интересно курица твой символ либо ты ждешь когда она снесет тебе золотые яйца ну не золотые она обычно сносит как бы мы их кушаем брат она только яйца сносит или может снести башку например маджиту или мини-халл я думаю что она бросится на нее поможет мне так ага но она подвела меня а ты ее накажешь за это? нет не накажу просто отдам обратно в черную мессу ну что мини-халл гаджит вы сейчас схлестнулись я его не бил как вам как вам а почему ты его не бил а ты его гасил я ему сказал он держал его я говорю отпусти его а что ты а ты прям агрессивно бил его по лицу да? я хитро не бил его агрессивно маджит маджит я подумал вы его пи*** что он курицу издевается понимаешь? вину за курицу вступили да они курицу отжать хотели ну как защитники животных сто процентов это успех нас ждет я вот это все и делал а курицу твою мы на шашлык пустим все будут не голодные и что ты будешь против них двоих-то готов, да? ну я готов попробовать тебе еб***ь расшибут, ты понимаешь? ты уверен? да а ты как бы вот отвечаешь на твои слова? кого? отвечаешь на твои слова? да прикинь, на меня газует еб***ь я просто боюсь что сейчас фаргадыч просто воспользуется моментом и закроет свою серию проигрыша понимаешь? не-не, у меня нет серии нет серии он профессионал типа? он просто вот это слово без слова профи профи, профи ставку я выгодил, что я поставил против него да я уже был, поэтому хорошо, ладно, давай вернемся к твоему бою спортсмен хуй давай минутку, перчатки наденем, минутку вот ты уверен, что я спортсмен? а я че похож, б***ь, спортсмена? ну ты говорил за спор только что ты на что гибб***ь сказал за спор я тебе перчатки надеваюсь она встает на меня газует минутку, давайте минутку, поддержите зал я вымысль давай минутку, давай давай вставай минутку, перчатки минутку эй, народ меня тоже достают эти запикивания матов не дают нормально выругаться да мне ты пи***ь дрозды вообще-то промадобляки вы пи***ь аж прям песен но у вас есть возможность увидеть выпуск без цензуры да еще и раньше, чем на ютюбе переходите в наше сообщество ВК и кайфуйте от этой искусной брани ссылка в описании секундомер я засекаю одну минуту по правилам бокса одну минуту дадеретесь ты наносишь только удары левой рукой ты можешь бить как тебе угодно ты не имеешь пара почему только одной? ты что хочешь его убить? я левша давай правой правой рукой бьешь только правой согласен? хорошо ты бьешь только правой рукой так как ты профессионал, ты же боксер а ты можешь бить как угодно ладно? только руками ну да, только руками ногами ты не бьешь ок? я одну минуту засекаю давай приготовились начали, давай начали вл-длять, Вань candered Неплохо, неплохо. Давай, Фаркадыш, руби. 30 секунд. Красава, красава. Работай. Крюками руби, крюками. Молодец. 10 секунд осталось, дорабатываем. Горош, давай, стоп. Стоп. Молодцы. Мини-халк. Гаджит, вы видели, что на самом деле пацанчик способный. В принципе, может составить вам конкуренцию. Чуть не вырубил тяжу, так что. Да не рассказывай, Непаль. Ну что, тогда давайте сделаем стартаут вам, да? Давайте встретимся. КОНЕЦ Ваши аплодисменты, ребята. Мы все с вами ждем этот бой. Красавцы. Готов? Готов? Готов. Давай. У Алимбет есть бонусный клуб. И первое правило бонусного клуба Тупо знать о бонусном клубе. Бери смартфон, вступай в бонусный клуб Алимбет и каждый месяц получай фрибетинг. Деньги на счет и кэшбэк до 20%. Бонусный клуб Алимбет. Самая щедрая программа лояльности для тех, кому всегда мало. Ребятки, мы двигаемся. Это Эпик Файтинг. Третий сезон, четвертая конференция. Короче, у меня тут есть френдяра, да? Мой давний хороший, да? Он от бабушки ушел, да? От дедушки ушел, да? От всех с*****. Только что он от нас, от всех, от всех ушел. Успел, блядь, я видел, что он, братан, я видел, что ты прямо из последних сил держишь, но ты же не дрожься, блядь, я знаю точно. Не дрожься, я дрожься, у меня не дрожься. Я знаю точно, колобок не дрожься, потому что он колоб, колоб, ок, ок, ок. Я знаю все правила, макс стальной, макс стальной пресс. Ребята, максу стальному прессу поаплодируем, ребят, давайте встречи. Макс стальной, они будут состязаться, короче, макс, колоб тебе говорит, ок, да, респект, покажите, какой респект, пути по респекту, но для начала давайте мы познакомимся, сейчас пока стардалов не нужно сделать, это не годится. Садитесь пока на места, сейчас пообщаемся, а потом сделаем. Во, вот это респект, все, уважуха, соперник. Если кто-то что-то не понял, то только что произошло следующее, Богдан Титамир объявил нашу следующую пару, это макс стальной пресс, еще раз поаплодируем. Максимка стальной пресс, популярный блогер и боец, девиз которого «блевать, не мешки ворочать». Стоял у истоков поп-эмэмэй, мечтая стать великим, но кишечник решил иначе. Поговаривая, в детстве Максимка упал в котел с анаболиками, после чего на его теле появились 10 кубиков, 8 под футболкой и 2 в штанах. Пришел на Эпик Файтинг вернуть тебе доброе имя, а заодно устроить читмил и полакомиться колобком. Стальной пресс, это вот такая котлета. Да, ну и конечно легенда, колобок, ваши аплодисменты. Голобок. Прославленный воин интернета, на счету которого тысячи уничтоженных бутылок водки, сотни миллионов задушенных окурков и одна стальная поджелудочная. Основатель стиля Железная Лыка и самый непредсказуемый участник Эпик Файтинга. Колобок настолько техничный боец, что может уйти от ударов зайца, волка, медведя. Лишь только Белочка создает ему проблемы. Пришел в новый сезон зарубиться с остальным Максом. Хотя я думаю, как только бойцы сблизятся, Макс снова станет блевуном. Спасибо, ребят. В прошлый раз, я не знаю сколько раз ты упал, но мне кажется, раз 25 ты все время вставал против Берчика и вывозил кипиш. Ты вывозил этот кипиш. Кстати, на предыдущей конференции Берчик респектнул тебя за это, сказал, что ты очень хороший, крутой соперник. Он не ожидал, он думал, ты один раз упадешь и навсегда. Как ты оцениваешь своего соперника? Это, честно говоря, немного... Я его серьезно оцениваю. Серьезно оцениваю? Да. Боишься его? Обзохивает. Так, чтобы бояться, не боится. Во-во! В принципе, вообще. Вот делает вид, по крайней мере. Я уверен, мне его просто подогнали случайно. Я должен был драться с этой мразью тупорылой, накачанными губами, как его зовут. Руки-базуки. Нет, шпаг. 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 Шпаг бы тебя мог накрутировать. Не п***. А шпага я бы, блядь, нахуевал, как мне страшно. Вот это я могу сказать, что более намного опасный соперник. Но я постараюсь... Выложиться, да? Я постараюсь все-таки... А ты тренируешься хотя бы? Балтику пьет. В зал ходишь? На п***. Боксируешь? Я с ним тренировался. На п*** тебе это цирк. Да здесь все нормальные ребята. Я ни в коем циркача не вижу. Правильный ответ. Если вдруг на бой Колобок выйдет бухой, какие твои шансы на выигрыш, как думаешь? Так же 50 на 50. Как если он будет трезвый. Ходит легенда, что на самом деле Колобок является мастером пьяного вот этого искусства. Если он подбухал, он не выходит на ринг, он выкатывается на ринг. Это сразу видно с самолетов. Нет, но если судить сугубо опыты и так далее, у него, у Сани гораздо больше боев. Ты же держи марку. Это твой первый бой? Твой дебют или что? Нет, нет. У меня были бои. Крайний бой был с Корнеем. Кто из вас победил, кстати? Он. Поэтому у Сани шансов много на победу. Колобок, уже второй человек сегодня тебя респектует. Макс говорит, что у тебя много шансов на победу. А ты как считаешь, много шансов у Макса на победу? Какой Макс? С которым ты будешь биться в октагоне. Ну это посмотрим, а время покажет. Ну ты в себе уверен, четко будешь газовать по плану или нет плана? Просто как пойдет. Как пойдет. Скажи честно, перед боем будешь бухать? Да нет, сказал же Закислик. На трезвом выйдешь? Да. Тогда у тебя есть шансы, брат. У него есть шансы или у меня? Я не понял. У него тогда шансы есть. А, б***ь, значит, надо прибухнуть. Винцеслав, как ты думаешь, вот ты смотришь на этих двух бойцов, у тебя какое складывается впечатление, кто из них сильнее? Выиграет, скорее всего, Колобок. Вы готовы пройти, так скажем, тест на допуск в бою? Мне драться послезавтра. Ты готов со мной выступить, я тебе заплачу деньги? Я добавлю, есть еще, добавлю, он даст. Сто тысяч. Сто тысяч. Какой сто тысяч? Я добавлю, Колобок. Бери, убери свои деньги, ты хочешь с ним, ты хочешь подраться? Я готов, сто тысяч давай. Я добью, да, давай. Прямо сейчас хочешь. Давай. Подожди, подожди, стой, стой, подожди, стой. А сотку, сотку? Ты серьезно? Да не надо, засуй, засуй, не надо никакие бабки. Ты че, какие бабки? Не, ну сказал, сотку хочешь. Готов подраться. Тихо, тихо. О-о-о-о-о. Вы че, по-серьезки что ли? Да нет, это. Да нет, это. Да нет, это. Да нет. Эй! Почти, пацанка. Покой, да? Покой. Стоп. Стоп. Голобок, все, брат. Блин, это отстой. Борис, он палец сломал. Сука, блядь. Сломал палец. Ебать, стой, стой, стой. Тихо, доктора сюда, доктора, доктора. Брат, нахуй тебе этот бой нужен. Нахуй, окей. Блин, ты как мне драть, теперь живем завтра, блядь. Не знаю, брат. Тихо, тихо. Ну, хуй, я ж тебя предупреждал. Смотри, за хуй. Ушастая, пи***а, блядь, я тебя ненавижу. Я твой мужик. Дурот, ебал. Дай я посмотрю. Да врача давай. Дайте сюда, там, правильно? Да, нахуй. Ну, нахуй. Саня, ну, тебе детский сад, еб ты. Я еще на бабло попал. Я сам не понял. Я тебе не буду бабло не дать. Я говорил, не стоит. Тихо, у тебя палец торчит. Я даже тебя не ударил ни разу. Ты сам упал. Дайте врача. Вы метил? Я же видел, как он в бою готовил. Сука, деньги ушли на врача, еб ты. Иди туда, па, блядь. Блядь, ну, че за хуй, а? Блядь, сейчас я все поправлю, не переживаю. Быстро сделаю. Выйдешь с одной рукой, ма**а. А? Блядь, выйду с одной рукой. Стой. Подожди, стой. Да иди в жопу, блядь. Нет. Корней, говорили не надо. Да вы, еб ты, прям на челюсть, блядь. Дай пальчик. Проверю. Да, на хуй. Как ты его проверишь? На хуй, самая интересная хуйня. Откуда у колобка пальцы, блядь? Еб ты, не в рот. Да, нормально все. Что за блядь? Скотт, стой, блядь. Для всех любителей футбола или хоккея есть отличная возможность. Чемпионский экспресс от Олимбет. Собирай экспресс на РПЛ или КХЛ вместе с МХЛ и получай бонус до 50%. Именно прямо сейчас Олимбет показывает прибыль. Так, ну что, ребятки, у нас тут произошел небольшой конфуз. Мы проводили колобка. К сожалению, ну, немножечко произошла такая ситуация. Конфуз. В общем, ему нужно было уехать. И мы объявляем нашу следующую пару. Это Яна Лукьянова. Яна Лукьянова. Скандальные участницы многих телевизионных проектов. Таких, как Дом-2, Давай Поженимся, Званый Ужин и Пацанки. Несмотря на свой скверный характер, Лукьянова выглядит сногсшибательно. В этом ей помогают утренние тренировки и глисты. Не раз заявляла, что готова драться только с мужиками. Да мужики в целом и сами не против прописать ей. Эпик файтинг. Единственное место, куда еще не заглядывала Яночка. Интересно, на сколько ее хватит? Эээ, Снейк. Биг Рашен Снейк. Популярная блогерша с внушительной бицухой. Основательница стиля Удар Делды. И очередной лакомый кусочек Эпик Файтинга. Называет себя королевой эпатаж. Дизайнером-стилистом. Стала популярной благодаря своим вайнам. И даже обвинила бомжа в плагиате. За то, что тот плеванул. И случайно скопировал ее творчество. Уже успела проявить себя на эпике, выбив зубы нашему сливочному гиганту Грише Полное ТВ. После чего бросила вызов Яне Лукьяновой. Чтобы раз и навсегда избавить интернет от этой стервы. Привет. Привет. Как дела? Отлично. Слушайте, но красивая пара. Ну? Слушай, смотри, давай я сразу скажу. То есть я готова выйти против этой разукрашенной, толстой, страшной матрешки. Это не проблема со своим сломанным пальцем. Мне не нравится то шоу, где неуважительно относятся к животным. Мне не нравится то шоу, где один ведущий сидит и ржет над тем, как другая участница там что-то делает с животным. Мне не нравится жестокое отношение к животным. Поэтому, извините меня, пожалуйста, я не буду в этом участвовать. Потому что это пи***я. Животноводная. Я никто. Пошел. Пи***я. Пи***я, как обычно. Спасибо. Пацаны, пи***я. И учи правила, пи***я. А мне пи***я. Ну ахуенно? Я найду тебя. Ты мне хочешь сказать, кто я? Ты с каких это пор кусок резиновой отрыжки говорит, кто я? Иди ко мне, пи***я, ты вообще нахуй скройся, я тебя на автогоне замочила бы. Ты, пи***ь, скройся. А ты, пи***ь, ушел отсюда. Давай подеремся. Давай, отойди отсюда. Кто, пи***ь, мне сказал? Выходи. Кто, пи***ь, мне сказал? Ты мне нахуй сказал. Ты, пи***ь, с кепку свою семью. Я нахуй сказал. Ты, пи***ь, с кепку свою семью. И ты пошла, ёпта. 90-е. Ты, пи***ь, Богдан, Титамир. Короче, ребята. Самая максимально трэш-токовая конференция прямо сейчас происходит. Ты, пи***ь, мне кто-то... До свидания, до свидания. До свидания, мы с вами попрощались. Счастливо. Пи***ь, закрой свое... Учись разговаривать. Дурщина. Ты, пи***ь, ну, главное, она смотрит на тебя. Идет на меня. У нее там, я не знаю, что... Да нахуй, я... Дай меня вернули. Подстава сплошная. У меня, пацаны, в любом случае, она девушка. Изранница, кто она, девушка, брат. Уважительно. Ты где чё? Да кто она такая? Я публикирую буквально одну минуту. Я юрист Яна. У нас сейчас находится... Дело на рассмотрении. Человек. Ничего смешного я в этом не вижу. Я смеяться не собираюсь. Вы видели, что у него лангета? Вы видели, что у него сломан палец? Ну, да. А, не видели, да? Нет. А что, а кто... А, а... А, а... Ну, чё, а все... Поймон, кто... Он прям здесь. И он отказался от боя. Минуточку, подождите. Да. Никто еще от боя не отказался? Я ему-то объясняю. Человек находится... Сейчас на данном... На данном этапе он находится с травмой. Никому не известная тетка. Не, народ. Я честно, фиг знает, что за бальзаковское облачко прилетело на конференцию. Может, это чей-то менеджер? А, да-да-да-да-да, точно! Это правая рука Яны Лукьяновой. Хотя больше похожа на училку по химии, которая недовольна поведением на Камчатке. Хе-хе. Сейчас Титамир ей устроит. То есть уже сам бой проблематичен, так сказать. Да. И находится в определенном эмоциональном состоянии. А вы за нее можете выйти? Я за нее. На бой. Я не медийный человек. Я представляю ее интересную ситуацию. А я ее тоже не знаю. Ну, я тоже не знаю. А в чем вопрос, собственно? Короче. Тихо, тишина. В чем вопрос? Вопрос в том, что я сейчас услышала, кто она такая, что она там делает. Она же не пришла сюда просто так. Ее пригласили с ней. А она сама согласилась и сюда пришла, собственно. В чем вопрос? Мы не понимаем. Вопрос в том, что вот ее соперница, ее оппонентка. Я находилась, вот сейчас на данный момент, я находилась в зрительном зале. Я, в принципе, человек, который не имеющий отношения к вашей индустрии. Но вы имеющий к Яне отношения человек. Что? Я имеющий к Яне отношения человек, потому что я представляю ее интересную. А почему вы сюда пришли с ней? Это было спланировано? Человек хотел отказаться от боя? Человек не хотел отказаться от боя. Все было. Недельная листочка, вы зачарили сейчас одну, что всегда засветили. Давайте разберемся, в чем вопрос. С этого начинается. Подождите, я сейчас хочу сказать. Я сейчас, во сколько я представляю. Давайте все заткнемся и послушаем вас. Сейчас, Данна, подождите. Да что ждать-то? Кого? Тихо, тихо. Я здесь с 10 утра. Кого ждать? Что ждать? Подождите минуту. И что ждать-то? Пока вы выскажите. Подождите. Давайте письменно пришлите туда. Свою просьбу. Магдан, нужен твой адвокат. Какой на уме? Вырубил твой адвокат. Нет, мы жили, кто ехать, мы помним в Риме, когда вы были мужчиной, а? А сейчас, если бы мне не сказали, кто вы, я бы вас даже не узнала. Да завязывайте. Завязывайте хамить. Ну что, все... Ну я вам ни слова не нахамила. Вы меня сейчас хамите. Извините меня. Не хотим мы слушать ваши... А с чего вы взяли? А что произошло? Ее за лангету кто-то зацепил или что? Я просто прошу паузу. Можно? Пауза? Пауза. В жизни одни паузы. Не сказал окончательно. Хорошо. Ну все, мы это слышали уже. И ура. Ура. Все, погнали дальше, пацаны. Я хочу попи... Личность нам пришла попиариться, блядь. Полчаса послушайте, блядь. Уколобахту я перенести. Что может быть лучше, чем просто заварить прекрасный чаек, накинуть туда печенье, зайти в ВК-видео и включить Эпик Пайк. Ведь именно ВК-видео позволяет вам смотреть самые лучшие конференции, самые лучшие бои, выпуски всех самых лучших звезд этого шоу. Прямо сейчас ВК-видео предоставляет вам все, что только вы хотите. Безграничный просмотр всех шоу, которые снимают Эпик Пайк. Прямо сейчас вы переходите и смотрите. Ваше удовольствие в ваших руках. Ладно, ребятки, у нас тут срывается, не срывается. Мы пока не понимаем, что происходит. Я надеюсь, все наладится, все будет четко. И все запланированные наши бои состоятся. Мы двигаемся к следующей нашей паре. Это Корней Тарасов. Корней Тарасов. Неординарный боец, прославившийся дерзкими выходками и рэпом, от которого из ушей течет кровь. Живет под девизом «Забратый двор, бухай вопар». Называет себя цепным псом. Поэтому если на соперника не поднимается рука, то он просто поднимает ногу. За свою карьеру провел немало боев. Даже дрался на эпике против деда Спартака. Правда, потом дедуле пришлось делать 40 уколов от бешенства. Вернулся в новый сезон, чтобы обслюнявить лицо Шамистана Иманову, а заодно насрать ему в тапки. Ваши аплодисменты. Привет, привет. 8-1-2. Корней у нас будет против Шамистан. Шамистан Иманов. Известный трэш-токер и боец, нашумевший во всех бойцовских промоушенах. Если посмотреть на этого красавчика, то можно спутать его с Томом Крузом под солями. Недавно газовал на Зелимхана Юсупова и хотел привлечь к себе внимание. Но ничего не вышло. И Эпик Файтинг решил взять под свое крыло этого дерзкого птенчика. Заявил, что если он проиграет Тарасову, он будет радоваться. Конечно. Ведь ему не придется отвечать перед старшим братом Корнея. Корней, ты хотел сделать крутейший свой выход. Давай. Давай, родной, врывайся. Бро, я как обычно в ля пацан трэмэ. Сделаем стиль. Врывай этому зло, диджей. Давай. Эй, 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 эй. Давай, расскажи, что я не прав. Качаем, качаем. Каждый концер хочет хасить маски. Навали. Громче. Пора разъебаться. Детка спросит, как я окей. Ведь работал every day. Прыгай со мной, бей твой задем. Это салон, бейш, твой хайп трейн. Детка спросит, как я окей. Ведь работал every day. Она хочет знать майонез. Я легенда. Корней. Эпик Файтинг. Корней Тарасов. 8, 1, 2. Всем рад. Всех рад приветствовать. Сяма, братец. Сап. Ля пацан трэ. Ля пацан трэ. Йо. Бил. Аа. Короче, братик. Ты, как всегда, врываешься с музыкальными движениями. У нас сегодня в гостях наш соведущий Бо. Бо, как тебе, брат, его творчество? Скажи, брат. Да я вот Корней знаю, мы с ним, да, курякали где-то, да, в одном месте, не помню. А чисто падает по музлу. Ну, там у тебя же еще фьючеринг там с кем-то, да, был, да? Ты только вторую часть догонял его. Да. Бро, ну надо было его за шкирку сюда притащить. А то все говорят, что за хуйня, реперы, блядь, ты тоже рэпер? Я говорю, да нет, я скрепер, блядь. Он говорит, ты тоже читаешь. Было, нет? Ты тоже поешь под фанеру на концерте, блядь. Я говорю, концертов нет, сто лет, блядь. Бро, 21 век сейчас все поют под фанеру, а мы просто делаем шоу. Надо было притащить его, и было бы более правдоподобно. Это трэпчик, бро. Ты дерешься? Ты дерешься снова? Да. Опять, почему? Потому что меня приглашают, я дерусь, и все, мы будем драться, сделать шоу. А с кем? С кем? Как я понимаю, Шамистан, извини, как твоя фамилия? Шамистан Иманов. Третьих лиц вот этих всяких зеленых и розовых, вот этих, чтобы помолвали. Да зеленые слышали. Сейчас настоящий серьезный человек, сейчас будет разговаривать. Я сейчас побрею твою бороду, нормально разговариваю, блядь. Слышь, блядь, блядь. Послушай, заткнись, заткнись. Я к тебе уважение не буду. Латан, давай мы пообщаемся с соперником. Во-первых, те, которые проводили конференцию здесь, рыбы кому-то по жопе давали. Вот эта рыба и твой рэп, мне реально чуть не сейчас, я сейчас чуть не блеванул. Это серьезно, это не шоу. А блеванул бы, а рэп сравнили с рыбой. Послушай, я тебя не слышу, я не знаю, о чем ты сейчас. А я не тебе вообще. Мне, когда сказали, что я буду с тобой драться, мне каждый человек, который корнеет, ты будешь с корнеем драться, с корнеем, с корнеем. Тебе пиздец. Это, это, это невозможно. Ты чувствуешь свой уровень, что я сейчас сюда шел, я чувствовал грех, что я дерусь с каким-то, я не знаю, как тебя назвать, ты даже не человек. Я даже насмотрю, смотрю на твое лицо, ты не человек. Я монстр, братан. Я тебе хочу сказать одно, одно хочу сказать, помолчи, помолчи, легенда членов, помолчи, дай я тебе скажу. И ты его, аккуратно, брат, аккуратно. Если корней меня победит, ты готов отдать свой гонорар, если я тебя побежу. Если корней меня победит, я тебя победю. Если корней меня победит. Да неинтересно, братан, ближе к делу, реально. Мне по***, что ты думаешь и ты хочешь. Я не думаю. Я, 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 я буду радоваться. А знаешь, почему? Засуй себе в жопу этот 5. Знаете, почему я буду радоваться? Потому что я нашел в себе такое дерьмо, как можно корней проиграть. Я буду стремиться к лучшему. Короче, тема такая. Если вы сейчас проходите тестирование, вы будете допущены к бою. Тестирование наше. Epic Fighting Championship. Что ты опять придумал? Давай, давай. Кто-то курице в жопу лизал, ты ничего не говорил. Тут один палец сломал, вот так ходил, ты ничего не говорил. Не, не, не. Не, ну ты же хочешь подраться. Меня пригласили, я буду драться. Не, ну ты готов? Вот ты сам как думаешь, готов ли я? Я сижу, сука, здесь, приехал с Саратова. Жопы, сюда, готов я. Знаешь, что это самый прикол? Это тот момент, когда Корней устал. Он, видимо, забрал мою энергию и превратился в цепного пса. Такой, ай, уй, ай. Я не пёс, запомни. Не, бро, очень. Я не пёс, пёс здесь только ты. Собака лучший друг. Собака лучший человек, я друг Анска. Погавкай. Ты гавкай. Зачем ты сидишь гавкаешь? Я тебя не слышу, можно вот это? Ты гавкаешь. Короче, встаем. Вставай, 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 вставай. Вставай, иди сюда. Погавкай. Ты че мне указываешь, я не пойму, я здесь сижу, разговариваю с ним. Сейчас приляжешь. Погавкай. Вставай, вставай. Погавкай. Подходи, вы пройдете тестирование, если не пройдете, х** с ним. Не будете драться. Давай после конкуресса. Нет. Прямо сейчас, если, иди сюда. Корнеев, снимай с себя вот это все. Я тебе это, погавкай? Да не буду. Сейчас, сейчас вы вместе погавкайте, помяукайте. Короче, он говорит, что он цепной пес, но получается он балабон, даже погавкать не может. Снимай майку. Ну давай быстрее, реально, ты будешь проходить или нет? Если ты не проходишь, ты не дерешься. Все очень просто. Да мне, по***, мне че сказали, что в контракте, блядь, должен торт загалить. Мелким шрифтом. Никто никому ничего не должен, братан. Не хочешь, просто так и скажи, что не хочешь. Да мне по***. Все, ты ложишься на пол, поднимаешь голову в камере. Давай, на живот ложись. Близь туда. Цепной пес, слушай. Близь туда. Слушай. Открой рот. Ты разговаривать умеешь, пес. Пес. Слышь. Вылижи свои яйца. Ты сегодня не лизал свои яйца. Вот она, она лижет мои яйца. Тихо, в камеру смотришь, окей? Я спрошу, как я окей, ведь работал every day. Ты оголяешь, что ли? Ты че, какой оголяешь? Ты че, гонишь, что ли, эй? Оголяешь, что ли? Я тебе сейчас отвечаю, я сейчас плоско закручу. Так, как? Ай, блядь. Че ты делаешь? Ты че, дурачок? А че, он со мной пришел, блядь? Че ты у него стреляешь? Я хочу, то и делаю, блядь, сука. Вот бейся, школьники, нахуй, заебаные. Epic Fighting еще относительно молодой промоушен, но он уже стал хайповым брендом, у которого есть свои преданные фанаты. И это не просто слова. К нам постоянно хотят попасть разные люди. Они жаждут попробовать свои силы в октагоне и стать частью Эпика. Но оказаться в Эпике могут лишь самые достойные и самые избранные. У меня есть топовая история. Один парень писал нам, разрывал личку, но мы ему не отвечали, не обращали на него внимания. Но он не сдался и постучался к нашим хорошим друзьям в компании Alimbet и попал по адресу. Парни из Alimbet услышали героя из народа и уговорили нас дать ему шанс. Alimbet и Epic Fighting представляют уникальную акцию. В следующем турнире против соперника подерется наш верный зритель и преданный клиент Alimbet. Давайте сохраним интригу. Ждите турниры. На нем мы вместе с Alimbet представим первого в истории промоушена народного бойца. Будет эпично! Друзья, наши прекрасные, красивые, замечательные девчонки Big Russian Snake и Яна Лукьянова. Мы рады, что ты к нам вернулась. Мы хотим позитива, счастья и любви между вами, конечно же. Это Epic Fighting. Здесь только такое может происходить. Это что такое? Пролетело. Я вижу у тебя что-то с рукой. Так. И с этой рукой ты готова газовать и выходить в октагон. Да, это перелом пальца и выдранный ноготь. Как ты будешь, ну, как ты будешь драться? Ты можешь рассказать нам? Агрессивно. С кайфом. Как? Как? Агрессивно. Наконец-то посмотрим на это. На тупой вопрос, тупой ответ. Я эту девочку знать не знаю в розовых сапогах. Ну, то есть как бы я вижу то, что она там толстая. Я вижу то, что она там морщинистая. Ну, это как... А ты про себя можешь сказать, какая ты? Я агрессивная, конфликтная, веселая, активная. Охуенно интеллектуальная. Понятно тебе? Ты очень агрессивная? Да, блядь. Кепку твою сбить? Биг Рашин. Одним ударом ноги как улетает. Скажи, пожалуйста, вот у нее сломанный палец. Ты будешь ее как-то жалеть или будешь просто газовать? Блин, ну придется пожалеть немного, да. Придется, придется бить тока ногами, походу там, или я не знаю, как с беспальцем человеком драться. А ты вообще знакома с Яной или тоже видишь ее впервые? Ну, я ее тоже впервые вижу. Ну, я в принципе, в принципе, могу ее даже руками не бить, могу ее просто сиськами отбить. Вау! Яна, что ты ответишь на это? Ты, блядь, пидорас, блядь, просто заткнись. Просто, пока я тебя не разъебала, просто сдавали свои ебанки. О, разъеби по-братски, я скафил. Почему ты мне подбираешь неравных оппонентов? Почему? В смысле? Я его, нахуй, могу оттаскать за волосы, блядь. Раз, два, три, ты схуяля, блядь, и его подбираешь. Я тебе за кого не подбираю. И, блядь, своей седой бородой уже со своим шоу. Он ее любит, мать твою, блядь. Секс-машина, блядь, опередива, блядь. Секс-машина, еле поешь, блядь. Ребят, я думаю, что тут бессмысленно задавать вопросы, потому что там один сплошной спич. Давайте сделаем стартаут, ребят. Биг Рашин Снэйк, 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 классно. Биг Рашин Снэйк и Яна Лукьянова. Давайте встретимся лицом к лицу. Это красиво. Молодцы, красота. Отлижи сам себе, Титамир, и ты будешь молодцом. И все успокоятся. Так, чё, пацаны, короче, мы нагазовали сейчас достаточно. Корней, ты видишь пацанов впервые? Ну, видел какие-то его там бои и так далее. Ты как оцениваешь свои шансы против него? Батан, как я оцениваю шансы? Все знают, Корней, Эй, Рычаг, Локтя, Тарасов. Бам-бам-бам, я есть борьба, мой брат есть бокс. Как говорили. А ты свои шансы как оцениваешь? Каждый может проиграть и выиграть. Если я проиграю, я буду даже рад идти вперед, понимать, что даже Корнею я проиграл, мне надо что-то делать с этим. Я думаю, что я не буду расстраиваться, если я проиграю, но я думаю, что я его буду достроить. Старик, я тебе так скажу, ты себя ведешь максимально уверенно. Мне просто интересно, ты занимаешься, тренируешься, у тебя первый бой или ты, ну... Я когда узнал, что у меня бой с Корнеем, я перестал тренироваться, чтобы... А, вот так вот, да? Блин, братан, я надеюсь, потом оправдание это не будет, я просто не тренировался. Нет, нет, мне задали вопрос, что я должен обманывать, что я тренировался? Нет, нет, я имею в виду, я не к этому, я имею в виду, потом не будет, когда вдруг ты проиграешь, я не говорю, что там, что будет, то будет, и ты будешь говорить, да я просто не готовился, вот и все. А, знаешь, я если проиграю, я таких вещей не буду говорить, я просто скажу то, что Корней показал мне, что мне надо работать над этим очень сильно, над тренировками, я поблагодарю тебя, Но все равно ты, сука, пес, б***вный, я цепной, б***вный, да, как ты, как ты купаешься? Старик, у тебя, у тебя, у тебя какая-то лишняя неприязнь Корнею, почему ты такой язвитый? Драться с ним, это для меня уже пятно, я не знаю, вот, на самом деле, когда соперник слабый, то больше ответственности, ты должен как его победишь, поэтому я, когда у меня такие соперники лошки, как, извиняюсь, блин, извини, вырвалось, как Корней, я думаю, что, блин, я переживаю, честно. На самом деле, когда мне вообще предложили Шамистан, если честно, ну, я знал вообще, я думал, это пацан там из команды Фары Дваева, Оказалось. Да, я просто звоню пацанам Фары, да, вот там предложили, чё, как там надо, там, позвонил, короче, Фаре, и говорю, вот, типа, я дерусь с Шамистаном, чё скажешь? Он говорит, братан, изи, катка, пацан ничего не делает, не борется, ничего не умеет, ты его раз... А хочешь я тебе скажу кое-что, то, что ты, извиняюсь, извиняюсь, ты д*****в. КАК МОЖНО ПОЗВОНИТЬ ЛУЧШЕМУ ДРУГУ, КАК, ТЫ ДУМАШЬ, ЧЕ МЕСТА НА УНЯ ПОЛУЧИТСЯ, РЕАЛЬНО, ТЫ ПЕС, ВРОДИ ПСЫ УМНЕЕЕ. Ладно, давай теперь разберёмся, как драться-то будем. Я, а, бл**, я съем тебя, на**, просто съем сейчас, тебя схалывают тут просто, а. Я знаю, если ты, если ты не трус, тебе бы, по***, было, как драться, ты бы просто со мной разговаривал. Братан, я тебе отвечу на... Я вообще эту тему не открывал. Стоп, я отвечу тебе. Я эту тему не открывал. Я готов драться как угодно, я не трус, я мужчина, я принимаю любые вызовы, я готов драться как угодно, и с кем угодно, это знают все. И поэтому я не отказываюсь по тем правилам, которые хочешь ты. Я войду в твою игру, давай. Ты же пёс, ты должен слушать, не-не-не, давай войдём в твою игру. Я был в этой игре много раз. Это моя игра, братан, это моё GTA. Вот и всё. Твоя GTA, долб**ь, это попа ММА, GTA. Братан. Отлично, давайте сделаем стардаут, ребят. Я думаю, что нужно прекращать этот трёп, мы всё увидим в октагоне. Ребят, всё проявится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Ол suppressants Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров Н.А develop dran Я дикий-дикий пес могу броситься Вуф, беру сучек воптом и броситься Давай Не жмём руки глупцам и тупицам А а, а, а ты видел? Уделал, уделал! я пацан трей стиль тут да я дикий дикий пёс могу броситься я корней тарасов я не буду тебя тискать я дам и принесу тебе миску я первый кто говорю что epic fighting красавцы почему потому что дают шанс я тебя не оскорбляют а ты только что нас оскорбил брата сказал что здесь дают шанс только наркоманам это вы тянешь людей я признаю что я все отлично я это и хотел услышать но люди люди здесь столько пустой болтовни что я просто в шоке я на самом деле беру вот этот язык буду наказывать в клетке болтовня ничего нет саша покажи нам сиськи по скайфам по братски потому что надо уже как-то немножечко разбавить обстановку я не плачу за сиськи ссори мне платят но если чувак не платит за сиськи ты даст звезды стебе стал саша пискун парнозвезда у которой тысячи фанатов и тысячи хламидий безбашенная нимфоманка готовой вырубить все что движется а все что не движется перевернуть и вырубить однажды против нее в клетку вышел маджит и заблудился промеж ее ног но благодаря растущему пху в этой шмоньке сориентировался и смог выбраться пискун не важно что про нее говорят хейтеры она готова все проглотить и вновь стать самой безбашенной участницей нового сезона так сиськи им показывать берешь эй сука покажи сиськи ты должна их показать тут звезды сидят малыш быстро раздевайся я хочу нормального боя чё это за х**а саша вот так на х**у летает на весле как ведьма а он на х**у ни на что не способен вы чё гоните подожди давай спросим он мечтает о моей пиздец иди сюда иди сюда мне на х**у суки за е**а этих сукы давно е**алли эти собственно суки за е**али этих сук давно е**али суки за е**али суки давно е**али суки но я сologia я с самым нахуй летаю я на этом нам летаю а attained а это чё это чё тебя ждет Винцеслав х** уху вот на х**у поняли н**пу azzi так так следующие клоуны в студию садись 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 сюда к нам мы хотим с тобой пообщаться Особенно Винцеслав Выбирай свое засилованное животное Живодерка Деньги Ты бы замутила с Винцеславом? Скажи, пожалуйста, по-братски По пьяни, да По пьяни? А ты, Винцеслав, замутил бы с Сашей? Красивая девушка, но я уже хочу умереть Почему? Я тебе помогу Ты хочешь меня убить? Конечно А давайте мы с вами Зачем тебе жить, если тебе Ничего не надо и у тебя уже Он у тебя х** умер уже Да, мы тебе сделаем письку Мы тебе это самое Все нормально? Давайте мы с вами сделаем стартаут Как вы смотрите на это? У нас есть выбор У вас нет выбора, давайте сделаем Давайте, пойдем Что? Что ты сделал? Выкинул его Друг против друга А можно лучше? А можно это? Поехали Нет, не надо Саша, ты знаешь все, что нужно делать Ладно, давайте поаплодируем Что может быть лучше, чем просто заварить прекрасный чаек Накинуть туда печенье Зайти в ВК-видео и включить Эпик Файк Ведь именно ВК-видео позволяет вам смотреть самые лучшие конференции Самые лучшие бои Выпуски всех самых лучших звезд этого шоу Прямо сейчас ВК-видео предоставляет вам все, что только вы хотите Безграничный просмотр всех шоу, которые снимают Эпик Файк Прямо сейчас вы переходите и смотрите Ваше удовольствие, ваши красоты Так, друзья, на самом деле, как я и обещал, хочу дать самым максимально трэш-токерам Кто сегодня ярко блистал Хоть, собственно, человек, который максимально газовал Но трэш-ток хороший, молодец Мой подгончик от меня, Ля Пацантре Конечно же, тебе, родной Брат, да я уже весь в Ля Пацантре Конечно, братский И хочу дать вот этой замечательной девочке тоже подарок от себя для Пацантре Газуем, ребята, дальше Это Эпик Файтинг Чемпионшип Третий сезон Встречаемся в Октагоне Все то, что происходило сейчас, было жарко, мясо Но дальше будет больше Газуем максимально Встречаемся в Октагоне Не забываем писать свои комментарии, ставить лайки И, конечно же, по традиции, колокольчик Ёпта Всем спасибо, аплодисменты самим себе Пау, 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 пау С вами был Эдвард Билд С вами был Сява С вами был Винцеслав и Титамир Богдан Пау, 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 пау Субтитры показал Dior